Ижеведение умненных язык с небесенец послава и святаго Духа на святые свои ученики и апостолы и их доты, и злуха, и праздник, и святых славных сихвальных апостолов, и живых святых отца нашего Иоанна, архипедского Константина, граду Лотоуста, и святых брата Бога, отец Аким Иоанна, и все святых, помилуй и спасет нас, якобыла, как человека любит. Звучит песня. Поздравляю всех вас, братья и сестры, днем Святой Троицы, Аппидесятницы, днем рождения Церкви, днем схождения Святаго Духа на апостолов, ну и на нас тоже сходит благодать Святаго Духа, и мы все это чувствуем, и все это себе переживаем, это состояние благодатное, конечно, пребывает у нас, но важно не то, что Господь дает нам благодать, но важно и как мы будем ее усваивать, что мы будем делать с этой благодатью, и как мы будем жить, принимая эту благодать, потому что как семя, оно может упасть на почву плодородную, может упасть на почву такую сухую, а может на полную сорняков, а может на каменистую, и не даст плода, и увянет, и погибнет. Вот, и наша задача в том, чтобы вот благодать, как семя этой жизни, оно упало на благодатную почву, на почву, которая восприняла бы эту благодать правильно, которая бы приняла ее, которая бы действительно питалась бы, и питала это семя, и тем самым приносила плод. Вот, это наша задача, в том, что мы будем только стяжать, только мы будем принимать, как говорит апостол, блажение давать, чем брать. И в этом смысле, конечно же, наша христианская общая цель нашей жизни и нашего подвига в том, что мы будем стяжать эту благодать, стяжать благодать Святого Духа, как говорил преподобный Серафим Саровский. Вот, это наша задача, это наша цель, это наша жизнь, вот, это, так сказать, образ нашего спасения, чтобы мы ту благодать, которую дает, мы его не просто пропускали через себя и где-то теряли, но воспринимали, но хранили, но умножали, и тем самым приобретали вот этот плод духовный, плод мира, плод любви, терпения, снесхождения, молитвы и благодушия, и плод духовного возрастания. Вот, поэтому, и мы должны трудиться. Вот, нам сейчас был такой тяжелый период, когда мы были оторваны друг от друга, и сейчас, вот, праздник нашего соединения, единения, вот, вместе, и в Духе, и в Любви, и в молитве, и в Таинствах. Вот это вот единение, такое важное об этом единение, говорит нам Господь, что будьте едины, как троица едины в любви. Вот, поэтому нам образ дан, вот, этой святой троице, что мы должны быть едины в любви. Мы знаем, что это необходимо, что это должно, что мы так должны жить, и мы знаем, как это трудно, и даже людей, вот, близких, очень, в семье, единокровных, тем не менее, возникают такие конфликтные ситуации, которые мы не можем преодолеть вот так мирно и по-христиански. Но, тем не менее, для этого и дается нам благодать, дается нам этот праздник, чтобы мы, взирая на образ при святой троице, были едины и в любви, и в терпении, едины в своих семьях, едины в этой семье церковной, где, конечно, тоже по нашим немощам возникают какие-то такие трения, но которые мы должны терпеть, мы должны преодолевать, которые мы должны носить, вот эти тяготы друг друга, и так исполнить закон Христов, Господа нашего Иисуса Христа, Ему же и славу подобает всегда, ныне Христа, и вовеки веков, аминь. Вот, ну и как бы в исполнении этих слов, чтобы мы прямо не отходя, не сходя с этого места, вот, продолжили вот это стяжание благодати Святого Духа. Поэтому по уставу сейчас совершается вечерняя, и вот те коленопреклонные молитвы, которые мы читаем в День Святой Троицы, и которые учат нас, вот этому упованию, учат нас труду, учат нас подвигу, и учат нас терпению, долготерпению в молитве, и вот так вот коленопреклонно стяжать ту благодать, которую дает нам Господь. Так что мы сейчас совершаем вечернюю с молитвой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok